Пропал ребенок, сразу звоните в полицию и поднимайте волонтера. В стенах общественной палаты обсуждали проблему самовольного ухода несовершеннолетних. На вопросы родителей отвечали начальник ПДН Светлана Морозова, психолог Галина Амарова, руководитель поискового отряда Ярспас Алексей Чернышев. Попросили мам и пап объяснить детям правила поведения в лесу. Мерприятие готовили месяц. Организаторы пытались выяснить, что больше всего беспокоит родителей и подготовить максимально полные ответы. Конференция проходила в онлайн режиме. Если это произойдет или какие-то последствия наступят, то как раз в отношении родителей, возможно, в том числе и возбуждение уголовного дела. Ребенка надо научить, что если ты заблудился, просто оставайся на месте. Это в первую очередь. Потому что и нам гораздо легче искать, когда потерявшийся находится на одном месте. И он не тратит силы. И в случае чего сможет услышать, что его зовут, сможет отозваться. В этом году много пропадает детей с нарушениями развития. Чтобы найти таких ребят, требуется особая методика. Проблеме посвятили целую акцию «Особый поиск». Спецификой поиска детей с нарушениями развития никто не занимается. Есть определенные схемы алгоритма для поиска обычных детей. Для поиска подростков, для поиска пожилых в лесу или еще где-то. А вот именно учитывать особенности конкретного ребенка, то есть ребенка, который не разговаривает. Ребенок, который не может попросить о помощи. Ребенка, который будет звать в лесу, а он не будет откликаться, потому что он не умеет этого делать. Это совершенно другая специфика работы. И как раз мы стали тем вопросом его изучать. Стали обучать и полицейских, и волонтеров, как правильно собирать информацию. Параллельно обучаем родителей. Параллельно обучаем родителей.